Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, Шалам Алейхм. На этой неделе в соответствии с еврейской традицией изучается недельная глава, которая называется Итро. Это отрывок из книги Исход, начиная с 18 главы 1 стиха и заканчивая 22 стихом 20 главы. Вот краткое содержание нашей недельной главы. В начале мы с вами читаем о том, как Иофор, Итро, услышав о том, что Господь вывел еврейский народ из Египта, поспешил навестить Маше. Далее мы видим, что Маше сам пересказывает ему все события, связанные с Исходом. Это приводит к тому, что они вместе прославляют Господа и приносят ему жертвы. После чего мы читаем о том, что Итро дает Моисею советы по управлению народом. И далее Священное Писание повествует нам о том, как Господь заключает с еврейским народом завет, центром которого безусловно является дарование десяти заповедей и скрижалей завет. Вот такая замечательная недельная глава. Несмотря на то, что центром нашей недельной главы является безусловно заключение завета и дарование десяти заповедей, сегодня мне хотелось бы поговорить немножко о другом. Дело в том, что наша недельная глава называется именем человека, к слову сказать, вообще не еврея, но очень особенного человека. Священное Писание нам дает о нем не очень много информации. Что мы знаем об Итро? Мы знаем, что он был священником Медиан. Мы знаем, что когда Моисей был вынужден бежать из Египта после убийства египтянина, он долгое время скрывался в доме Итро. И более того, мы видим, что одна из дочерей Итро вышла замуж за Моисея. То есть, они вступили в родственную связь. Медраж дает гораздо больше информации об Итро, но вокруг этой личности очень много противоречивой информации. И различные толкователи приводят различные доводы в подтверждение своих теорий. Я просто выбрал одну наиболее, на мой взгляд, интересную и красивую историю. Медраж говорит о том, что когда фараон принимал решение о том, что ему делать с еврейским народом, он обратился за советом к трем мудрецам. К Беламу, Валааму, к Иову и к Итро. Белам дал, собственно говоря, этот совет об уничтожении младенцев. Какой был конец этого человека, мы с вами можем видеть на страницах Священного Писания. Я не буду говорить об этом сейчас подробнее. У меня есть урок, посвященный ему. Я просто дам ссылочку в описании под этим видео. То, что касается Иова. Иов ответил фараону, что он не знает, что делать с еврейским народом, ибо он боялся фараона. Именно этот ответ и мог послужить поводом для того, чтобы сатана клеветал на Иова пред Господом. Что было далее, мы с вами читаем в книге Иова. И третий человек, который был спрошен, Итро, человек, который был мудрецом при дворе фараона. И Итро сказал фараону, ты не сможешь победить этот народ из-за того, какой у них Бог. Разумеется, фараон рассердился на Итро, и тот был вынужден бежать. И таким образом он поселился в Медиан. Почему мне понравилась эта история? Потому что, по сути, три ответа, три пути, три судьбы. Последний из которых судьба Итро, который стал родственником такого человека, как Маше Робейну. И дом которого на протяжении долгого времени принимал этого великого пророка Божьего. Но вернемся к нашему тексту. Шмот, 18 глава, 1 стих. Итро, жрец Медиан, тесть Маше, услышал обо всем, что Бог сделал для Маше и для своего народа Израиля. О том, что Господь вывел Израиль из Египта. Мы с вами читаем, что Итро услышал. Более того, если мы будем читать дальше, то мы увидим, что когда Итро приходит к Маше, Маше сам рассказывает ему все события, связанные с исходом еврейского народа из Египта. И это очень важно. Дело в том, что мы с вами знаем духовный закон, что вера приходит к человеку через слышание, которое происходит от Слова Божьего. Я говорю сейчас о той самой вере, которая является синонимом доверия Господа. Именно такая вера в послушании Богу и приводит его в завет с Господом. И то, что мы видим здесь с вами, показывает нам по сути тот факт, что рассказ Маше о событиях, связанных с исходом, приводит Итро к вере. Почему я так думаю? Мы с вами читаем в 9 стихе такие слова. Итро порадовался всему хорошему, что сделал Господь для Израиля, спасая их от египтян. В нашем переводе стоит слово порадовался, и это правильный перевод. Однако хочу обратить ваше внимание на тот факт, что в еврейском языке здесь стоит слово ваихат. У этого слова много смысловых значений. Одно из них, которое лично я бы и выбрал, он объединился или соединился. Подобно тому, как мы говорим, когда читаем молитву Шма Исраэль, слушай Израиль, Адуна Елехейна, Адуна Эхад, что значит един, в этот момент Итро стал единым с еврейским народом. Он соединился с Маше, он вошел в завет Авраама, основой которой является вера. Почему я делаю такой вывод? Ибо мы с вами читаем дальше и видим, что Моисей и Итро не только прославляют Господа, но и приносят ему жертвы, подобные тем, которые приносили Авраам и патриархи. Интересно, что получается, что визит Итро к Маше был весьма своевременным. Ибо в то время перед Моисеем, безусловно, стояла дилемма, как ему дальше быть с людьми, которые вместе с ними вышли из египетского плена, но при этом были не евреями. Как поступать? Очень часто Итро называют Гераришон, что значит первый празелит. И, возможно, таким образом Господь показал Моисею путь, к которым должны идти те люди, которые вышли вместе с еврейским народом из Египта. Далее мы с вами читаем, что Итро дает Моисею совет по поводу того, как поступать с людьми, которые пришли к Моисею за судом. Действительно, людей было очень много, люди имели тяжбы, они приходили к Моисею, дабы попросить Господа о том, как правильно поступать, как неправильно. И мы с вами понимаем, и это понимал Итро, что Маше один не справляется. В 18 главе 18 стихом написаны такие слова. Совсем измучаешься и ты, и этот народ, который с тобою, такое дело тебе не по силу, ты не справишься с ним один. Надо заметить, что я думаю, что здесь речь идет не только о деловом совете опытного управленца, менее опытному коллеге. Дело в том, что Итро руководствуется любовью к этим людям. Он видит, как они мучаются, он видит, в каком состоянии находится Маше, и он принимает решение помочь Моисею. Более того, я считаю, что здесь содержится еще один очень важный для нас с вами урок. Ибо мы должны понимать, что труд Божий невозможно нести в одиночку. И за любым благословенным служителем на этой земле стоит, как правило, целая команда. Вот такой замечательный человек Итро, который самому Моисею давал совет. И, казалось бы, на этой ноте можно было бы закончить наше сегодняшнее рассуждение. Однако я хочу обратить ваше внимание на последний стих 18 главы. Здесь записаны такие слова. 27 стих. «Маше отпустил своего тестя, и тот ушел в свою страну». Надо заметить, что это один из тех моментов, которые на страницах Торы я не очень понимаю. Дело в том, что мы видим, что, безусловно, Итро уверовал. И, казалось бы, было абсолютно логично остаться вместе с Моисеем, помогать ему в том пути, который ему принадлежит пройти, прийти в землю обитованную, наконец, он не мог об этом не знать и не мог этого не хотеть. Именно поэтому я многократно задавал себе вопрос. Более того, я задавал его многим раввинам и толкователям. Почему, собственно говоря, Итро после всего этого уходит в свою землю? На самом деле, ответ на этот вопрос мне не дал никто. Но, размышляя и рассуждая о том, что здесь происходит в нашей недельной главе, я прихожу вот к какому выводу. Возможно, рассуждая о том, что Господь имеет план не только по отношению к еврейскому народу, но и по отношению к другим людям, они приняли решение, на основании которого Итро отправился возвещать другим народам пути Божии. У этой теории есть один недостаток. Дело в том, что мы с вами читаем на страницах Священного Писания о том, что именно медьяне в дальнейшем выступали как враги еврейского народа, и через них еврейскому народу пришлось многое и многое претерпеть. Каким образом это связано с тем фактом, что Итро отправился в свою землю, мы не знаем. Но так или иначе, мы должны понимать, что изначально план Божий был не только по отношению к еврейскому народу, но и по отношению ко всему миру. Завет, заключенный Богом Савраама, подразумевает возможность прихода к Господу всех людей, живущих на земле. Вот такая замечательная недельная глава, вот такой потрясающий человек Итро, вот это то, чем я хотел с вами сегодня поделиться. Об остальном мы поговорим уже в другой раз. Да благословит вас всех Господь! Вы чем еще, Машех! Амин! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok